Ну что, всем привет! Периодически я обозреваю разные криптобиржи, выделяя их плюсы и минусы. И после того, как Binance ушла с российского рынка, тема бирж стала еще актуальнее. Сегодня рассмотрим альтернативу биржу MEX. Многие, кстати, спрашивали про нее в комментариях. Рассмотрим биржу, ее функционал, а также преимущества перед другими площадками. Ссылка будет в описании, переходите по ней, чтобы не нарваться на мошенников. И смотрите видео до конца, потому что в конце я расскажу про розыгрыш бонусов 20 долларов и мерча от биржи. Погнали! Итак, MEX это крупная азиатская криптобиржа, которая развивается и на рынок СНГ. Работает с 2018 года, зарегистрирована на Сейшелах, а штаб-квартира в Сингапуре. Сео-компании Джон Чен, серийный предприниматель из Сингапура. Биржа поддерживает 18 языков, есть, конечно же, мобильное приложение и имеет более 10 миллионов пользователей. В рейтинге CoinMarketCap биржа занимает 15 место в топе всех криптобирж. И одно из главных преимуществ это большое количество монет, аж 1800, почти как на Gate. Для сравнения на Binance 399, а на Bybit 523. Поэтому, если вы хотите купить какие-то редкие монеты, щиткоины, мемчики, скорее всего, сначала они будут листиться на MEX. Можно покупать здесь, до листинга на других биржах. Кстати, в 2021 году на CryptoExpo Dubai MEX получила награду «Лучшая криптобиржа Азии». Теперь рассмотрим функционал. Будем останавливаться на самом интересном. Регистрация простая, достаточно ввести номер телефона или почту и придумать пароль. После регистрации у нас сразу открывается страница с наградами. Но будьте внимательны, речь идет о фьючерсной торговле. Если вы прям новичок, то не советую туда сразу лезть. Перейдем в личный кабинет. Одно из преимуществ биржи – это необязательная верификация. Вы можете пополнить криптой баланс, можете торговать, можете выводить. Но вот операции с рублями, фьючерсная торговля, вам будут доступны только после верификации. Если будете проходить верификацию, то базового уровня достаточно. Нужно ввести свои данные и загрузить фото документа, паспорт или права. Важный раздел – безопасность. Чтобы повысить безопасность аккаунта, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию через приложение или смс. Вы можете подключить гугл-аутентификатор, и при следующих входах в личный кабинет в этом приложении будет генерироваться специальный код. А вот смс, на мой взгляд, более уязвимый способ защиты. В расширенной безопасности мы можем подключить антифишинговый код. Он будет указываться в письмах от биржи, чтобы мы не спутали официальное письмо с мошенническим. Также здесь пароль для входа и белый список адресов. Здесь вы разрешаете вывод только на конкретные адреса, которые укажете в списке. Тогда, даже если мошенник получит доступ к аккаунту, он не сможет вывести средства на свой адрес. Следующая вкладка – комиссии. Ранее на бирже были нулевые комиссии, и отчасти за счет этого биржа стала популярной. И сейчас большая часть обзоров на YouTube стала неактуальной, так как там все говорят про комиссии в 0%. Конечно, мы понимаем, что биржа зарабатывает на этом, и на определенном этапе развития логично эти комиссии ввести. Сейчас комиссии средние по рынку – 0,1% на спотовую торговлю. Если храним токен MX, то получаем скидку 20%. А если у нас больше 1000 этих токенов, то скидка на комиссии будет уже 50%. И, кстати, фишка с бесплатными комиссиями частично осталась, как мы видим, просто на конкретной торговой паре, которые здесь указаны. На фьючерсы – комиссия ниже. Биржа в продвижении делает акцент на фьючи, проводит разные соревнования, разыгрывает бонусы и таким образом привлекает пользователей. А, кажется, главный доход биржи все-таки здесь. Скидка на комиссии за то, что мы держим токен MX, здесь тоже действует. Посмотрим комиссии за вывод. Тут все зависит от токенов и сетей, которые мы выбираем. Я для сравнения посмотрела комиссии за вывод на Bybit. Например, возьмем USDT. Если это сеть Tron, то на Bybit 1,6 доллара, а здесь выгоднее 1 доллар. Сеть эфира на Bybit 8 долларов, а здесь 4 аж в 2 раза дешевле. А вот сеть Binance Smart Chain 30 центов Bybit, а здесь 1 доллар. Следующий важный раздел – покупка крипты. Для российских пользователей вариант 1 – это P2P. Здесь есть и Сбербанк, и Тинькофф. Вы можете завести рубли прямо со своей банковской карты. Санкций никаких нет. А вот что касается курса, давайте также сравним. Смотрим курс. А теперь давайте посмотрим по тем же параметрам курс на Bybit. Да, как мы видим, на MEX менее выгодно. Но если сумма небольшая, то это неощутимо. Теперь, что касается торговли. Интерфейс стандартный. Отличие только в том, что на фьючерсах здесь очень много монет с большим кредитным плечом, чем на других биржах. Какие-то неизвестные токены доступны аж с 0,02 плечом. Но это, конечно, для совсем сумасшедших. Из интересного есть еще Launchpad и Kickstarter. Как работает Launchpad? Держим токены биржи MX и участвуем в раздачах токенов новых проектов. В Kickstarter здесь проводится голосование за проекты перед листингом. Как мы видим, текущих проектов всего 9 и все проекты, кто участвует в Kickstarter, будут проходить листинг. Призовой фонд у всех разный. Вот, например, токен APF Coin имеет призовой фонд 50 тысяч долларов. Посмотрим подробные условия на примере этого проекта. Итак, для участия нам нужно иметь токены биржи MX от 1000 штук. Чем больше, тем выше вознаграждение. И держать их на балансе от 30 дней. Голосуем и получаем награду, рассчитанную по специальной формуле. Ниже информация о проекте. А, кстати, интересно, проект связан с сельским хозяйством. Такие токены называют Real World Assets, которые совмещают криптовалюты и реальные активы. Здесь, как мы видим, чешский проект, который занимается инвестициями в земли и обещает инвестору доход от 20 до 60% годовых, что очень даже неплохо. На сайте у них, кстати, указано, на каких биржах уже торгуется этот токен. Помимо MEX, токен представлен еще на 10 разных биржах. По сути, токены таких проектов менее рискованы и волатильны. И есть понятная финансовая модель, откуда генерируется прибыль. В общем, здесь можно изучить и найти новые перспективные проекты с привлекательными условиями. А мы идем дальше. Рассмотрим вкладку сбережения. По сути, это стейкинг. Но стейкать, конечно, я рекомендую не на бирже, а в DeFi протоколах. Ставки здесь, кстати, невысокие. Например, если посмотреть USDT, то стейкать его можно под 8%, но только до 300 долларов. А если наша сумма выше, то процент очень маленький. Полтора процента и 0,8. И полезная вкладка для новичков – обучение. Здесь собраны подборки с огромным количеством статей, с видео о том, что такое блокчейн, что такое фьючерсы, анализ рынка и так далее. А теперь о бонусах. Я запросила у биржи бонусы для моих подписчиков, и вот что у меня есть. Плюс 20 долларов бонус на фьючерсы получат 3 победителя, которые оставят в комментарии под этом видео свой юит от биржи. Регистрируемся, проходим верификацию и оставляем свой юит в комментариях. И уже через неделю мы выберем рандомно трех победителей. И второй бонус – мерч от биржи. Рюкзак или кепка за торговый оборот от 15 тысяч долларов. Что делаем? Регистрируемся, проходим верификацию и торгуем. И если ваш оборот будет от 15 тысяч долларов, то вы автоматически участвуете в этом розыгрыше. Победитель 1. Данные акции действуют всего 2 недели. Результаты розыгрыша мы объявим в нашем телеграм-канале. Переходи по ссылке из описания, чтобы не пропустить. Итак, биржа имеет огромное количество токенов, которых мало где найти. KVC не обязательно, а крипту можно купить с российской карты без запретов и санкций. Ну и сильная сторона биржи – это фьючи. Большие плечи, разные соревнования и бонусы. Ссылка на биржу будет в описании. Обязательно переходите по ней, чтобы не нарваться на мошенников. Потому что в гугле очень много мошеннических сайтов с подменой всего лишь одной буквы. Не заметив этого, вы можете зайти на мошеннический сайт, который выглядит точь-в-точь как оригинальный. У меня на этом все. Всем пока, до встречи.